спонсор программы прибор транскраниальной экотерапии brain w course i m777 рекомендован для стабилизации давления при мигрениях при снижении потенции либидо стресса успешно способствует похудению не вызывает побочных эффектов здравствуйте на канале тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин премьер-министр израиля бенемин ты нягу побывал с официальным визит и визитом великобритании где он встретился с премьер-министром и министром иностранных дел этой страны с нами на связи из лондона журналист юрий галигорский здравствуйте юрий добрый день добрый день в израиле я уже не знаю странно это или нет но визит израильского премьера великобританию что называется большой прессы не получил почему-то все больше обратили внимание на такой протокольный казус когда бенемин ты нягу вынужден был две минуты простоять перед закрытыми дверями резиденции терезы мэй все обратили внимание на демонстрации протеста которые поджидали израильского премьер-министра но а самих переговорах почему-то внимательно все их не анализировали сказать просто а в лондоне этому уделили больше внимания вообще обратили внимание то что приехал израильский премьер-министр вы знаете михаил для начала поправку он простоял у закрыты двери резиденции премьера не более 15 секунд но из этого раздули конечно большой фупа и сказали что на ты нервы не впускали там была неувязка между двумя передовыми группами которые не согласовали между собой кто придет кто выйдет когда в какое время это техническая неувязка но если говорить о серьезном то слегка перефразировав известную известное изречение можно сказать что визит был столь же бессмысленным сколь и беспощадным очевидно мэй понадобился этот визит чтобы каким-то образом замять серьезный сбой в отношениях с израилем после того как великобритания поддержала резолюцию осуждающий израиль натаньяху надо было очевидно посетить мэй по двум причинам во первых чтобы сгладить дипломатическую неувязку когда он отказался встречаться с ней в конце января в давосе а во вторых очевидно по чисто внутри израильским соображением натаньяху надо было покинуть израиль после омоны на денек чтобы как-то отвлечь внимание пресса того что происходит внутри израиля сказать пожалуйста тереза мэй заявила после переговоров что позиция великобритании остается неизментой и цитата поселенческая активность подрывает доверие в ближневосточном регионе с одной стороны с другой стороны прозвучала такая опять-таки ритуальная фраза о том что великобритания признает право израиль на безопасность на принятие мер в отношении своей безопасности что это это опять-таки сохранение ритуала какого-то или позиция твердая от которой великобритании не собирается подступать и премьер-министр просто подтвердила приверженность этим этой позиции разумеется в великобритании есть твердая позиция по вопросу мирного лиуры урегулирования на ближнем востоке это два государства для двух народов и тереза мэй не собиралась менять свое отношение к этому вопросу с другой стороны объявлены официально объявленная цель визита натаньяху это создать ось противодействия ирану вашингтон лондон тель-авив но я думаю что лондон это не то место с которого натаньяху следовал начинать свое противодействие европейское противодействие ирану потому что британское правительство делает сейчас все от него зависящее чтобы каким-то образом наладить отношения с ираном и также поддерживала британское правительство те начинания которые в свое время запустил в действие обама поэтому очевидно цель объявленная цель официальная цель визита каким-то образом противодействовать тому что делает иран в свете недавних испытаний баллистические ракеты очевидно эта цель не была достигнута также натаньяху не удалось изменить мнение мэй по поводу поселенческой политики но это была сказана дежурная фраза две дежурные фразы мы осуждаем поселенческую политику но также поддерживаем право израиля на самооборону на защиту собственных границ и собственных интересов конкретно если говорить про конкретику что было каких результатов удалось добиться это создание совместной рабочей комиссии по торговле в свете того что будет происходить после брекзита каким образом великобритания будет выстраивать свои отношения со многими государствами в том числе и с израилем после того как произойдет брекзит и это очевидно самый важный и реальный результат этой встречи на down x3 10 тем не менее вернусь к поселенческой теме так уж случилось что именно в то время когда нетаньягу был в лондоне в израиле приняли закон о легализации форпостов иудеи и самарии закон очень спорный и обсуждаемый как самом израиле таки во всем мире и реакция на него неоднозначно в лондоне вообще обратили на это внимание или это прошло стороной конечно обратили внимание но дело в том что ничего другого от израиля в данной ситуации не ожидалось и может быть поэтому на дняху решил как раз в тот день когда принималось решение по правду легализации форпостов быть в лондоне они в иерусалиме может быть это одна из причин вы также очевидно заметили что как только израильский пример выезжает или планирует выехать за границу сразу происходит неприятное оживление на южной границе израиля здоровь обычно это тот барометр который указывает на расписание международных полетов британского израильского премьера это есть какие-то определенные факторы израильской внутренней и внешней политики которые оказывают влияние на визиты израильского примера в те или иные страны юрий скажите пожалуйста по той реакции которая была на визит на теньягу в лондон можно ли вообще судить насколько важны для ликобритании отношения с израилем и вообще ближневосточная политика однозначно надо сказать недвусмысленно заявить одну вещь тереза мэй большой друг израиля большой друг евреев в то же время великобритании очень сильно сейчас критически растет критическое отношение к тому что проводит политику к политике которую проводит правительство натаньяву и тереза мэй очевидно весьма дипломатическим путем но очень недвусмысленно попыталась дать понять натаньяву что она остается другом израиля но очень критически относится к тому что делает правительство натаньяву понятно еще одна тема в заключении она может быть напрямую не относится к тому что мы сейчас обсуждали но отчасти примыкает дело в том что британская благотворительная организация сеести опубликовала доклад в котором подвела итоги от того числа преступлений на почве антисемитизма там приводятся конкретные цифры в 2016 году 1309 преступлений правонарушений на почве нености к евреям но самое главное что это практически 36 процентный рост по отношению к 2015 году и те кто комментировал итоги этого доклада отмечают что эксперты в растерянности по что они не могут найти хоть каких-то причин которые бы объясняли такой всплеск обсуждался ли этот доклад британской прессе делались какие-то выводы комментарии были ли этот доклад обсуждается очень живо британскими средствами массовой информации британский министр внутренних дел сделала заявление по этому поводу конечно никого не радует тот факт что за минувший год было рекордное число зарегистрированных объявленных зарегистрированных полицией преступлений в отношении британских евреев что может сделать в этом отношении полиция или правительство очевидно принять какие-то законодательные меры которые еще больше ужесточат наказание в отношении тех кто проявляет расовую ненависть по отношению к тем или иным группам британского населения более чем законодательные меры трудно себе представить какие-то иные меры на которые может пойти британское правительство или британская полиция а делался вообще анализ какой-то причин этих преступлений это что выходки отдельных людей это действие каких-то группировок с чем это было связано этот всплеск или нет ответа на эти вопросы есть есть ответы это во-первых рост антисемитизма в европе в целом этого никто не отрицает и конечно же этот рост антиеврейских проявлений напрямую связан с событиями на ближнем востоке понятно юрий большое спасибо за ваш комментарий всего вам доброго всего доброго напомню что с нами на связи из лондона был журналист юрий голегорский до свидания